Добрый день, дамы и господа! Сегодня еще одна басня, которая называется «Конец королевства». Умер старый бездетный король, и подданные решили, что пора становиться демократией. Сразу же всплыли два демократа на высший пост. Оба говорили о будущей прекрасной жизни и обещали справедливое распределение благ и денег. Идею, которую продвигали оба прецедента, была проста. У богатых есть избыток денег, то, что им не нужно в повседневной жизни. А многим из сограждан очень нужно то, что у этих людей было в избытке. Возьмем у богатых, раздадим бедным, больным и нуждающимся, говорили они. Вовремя короля благотворительность, благотворительная деятельность была добровольной, но новым политикам этого было недостаточно. Они оба требовали сделать благотворительность обязанностью состоятельных людей. Один претендент сказал, что возьмет треть от того, что есть у богатых и раздаст нуждающимся. Другой обещал брать гораздо больше и требовал права доить успешных людей на любые расходы, когда возникнет необходимость. Он сказал, что на самом деле хотел, чтобы все в королевстве наслаждались частью богатств, которыми обладают богатые. Второй политик пообещал больше и выиграл. Сборщики налогов в сопровождении спецподразделений милиции стали стучать в двери зажиточных граждан. Жена президента отвечала за сбор налогов, а доверенный друг президента следил за их распределением. Вскоре новое правительство решило, что владельцы бизнеса недостаточно платят своим работникам и заставили их поднять заработную плату. Работники были очень довольны. Продукты стали теперь стоить дороже. Страну тут же хлынул импорт из стран конкурентов и многие рабочие места были потеряны. За этим последовало решение поднять тарифы на импортные товары, естественно, чтобы сохранить рабочие места, которые были потеряны из-за повышения заработной платы. Производители, которые использовали импортные детали или материалы, не могли конкурировать с товарами, которые привезены из соседних стран, которые использовали более дешевый материал и не такую дорогую рабочую силу. Это была вторая волна потери рабочих мест на острове. Поначалу население страны очень любило новые законы. Они получали деньги, снятые со счетов бывших богачей. Рабочие стали получать более высокую заработную плату. Им была обеспечена прекрасная социальная помощь. Практически то же самое, что они получали, когда они работали. Я имею в виду тех, кто потеряли работу. Детские сады стали бесплатными. Декретный отпуск стал в три раза длиннее. Пенсия наступала в 50, молодые семьи получали большие деньги на покупку квартиры, воспитание детей. Но что может здесь не понравиться? Жизнь была прекрасной. Однако ситуация стала немного меняться, когда у всех богатых отобрали деньги. Товаров теперь производилось меньше. Из-за конкуренции, как я уже говорил, из-за границы. Импортные товары дорожали из-за тарифов, а рабочие места более не создавались. А у богатых более нечего было отнимать, чтобы субсидировать все это. Тогда правительство решило принять решение запретить увольнять рабочих и установило контроль над занятостью по всему острову. Несколько заводов не выдержали времени более высоких зарплат и импортных материалов и закрылись. Правительство быстро национализировало их и сохранило тысячи рабочих мест. Однако, поскольку рабочие знали, что их теперь не уволят, чтобы они не делали, качество производимой ими продукции и оказываемых услуг еще ухудшилось. Так как не было богатых, чтобы грабить, а и не было сбережений, правительство начало печатать деньги для выплаты высоких зарплат, пенсий, ну и других социальных выплат, которые они обещали людям. Деньги были напечатаны без каких-либо обеспечений, и другие страны перестали принимать деньги этого острова в качестве оплаты. Цены на все выросли неимоверно. Возмущенные люди вышли на демонстрации и потребовали все те товары и услуги, которые им обещали. Раньше им давали все, и они чувствовали, что теперь у них отобрали что-то, что им полагается. Они хотели продолжать получать халяву. Правительство наняло специально обученную полицию, установило жесткий порядок на острове. Во время трудных времен надо было принимать трудные решения, сказал губернатор. Сейчас на острове равноправие. Никто не владеет бизнесом, и все предприятия принадлежат всем. Ну, если точно говорить, то никому. Кажется, ни у кого нет больше, чем у других, кроме тех, кто наблюдает за распределением товаров и жизнью простых граждан. Однако все понимают, что это слуги народа. Им нужна и квартира побольше, и еда получше, и машина побыстрее. Они также должны иметь телохранителей, потому что шпионы и недоброжелатели могут захотеть навредить им и членам их семьи. Поэтому все они живут за высокими кирпичными стенами. Однако, если при короле люди все время жаловались на жизнь, никто их за это не наказывал, то теперь все не перестают хвалить своих лидеров, и особенно того, чье лицо они видят каждый день на улице, в своих кабинетах, на своих деньгах, на телевизоре. Похоже, они полюбили еще маршировать два раза в год по улицам, распевая песни и восхваляя вождя. Есть, правда, подпольное радио, которое говорит, что они потеряли свободу, но, во-первых, никто его не слушает. А во-вторых, потому что свобода это вообще... вообще кому-то нужна эта свобода, да? Подпольное радио вещает из-под пола, потому что вождь считает, что если кто-то скажет о нем что-то плохое, то он предает родину и будет посажен в тюрьму, ну и повешен. Подпольное радио настаивает на том, что каждый раз, когда мы голосуем за политикой, которая обещает силой отобрать что-то у одной группы людей, чтобы передать это другой группе людей, в этот момент мы начинаем идти по, как они говорят, скользкому пути, который всегда ведет нас к тирании. Вот, что говорит подпольное радио. Вот, а что вы думаете? Как вы думаете, была ли хорошая идея заставлять успешных людей отдавать свои деньги другим, потому что эти деньги другим нужны? Или, скажем, обязан ли один человек отдавать свое, потому что другому человеку это нужно? Является ли это обязанностью? Или все-таки пожертвования и помощь должны быть добровольными? Я рассказываю в басне, а вы думаете, это ваша жизнь. Я ее за вас не проживу. Думайте, господа, иначе вас все время будут обманывать и надсмехаться над вами. До свидания. До следующей встречи. Спасибо.